Университетская клиника «Казань» и симуляционный центр Казанского федерального заинтересовали депутатов Госдумы и Совета Федерации России. Позади кастинги, репетиции и волнения. Кто же взял победу на дне первокурсника? Юлий в 2017 ворвался в Казань. Депутаты Государственной Думы и Совета Федерации России посетили Казанский федеральный университет. Цель визита – обход университетской клиники «Казань» и симуляционного центра обучения, а также совещание по обсуждению привлечения федеральных средств в экономику Татарстана. Подробнее в сюжете Артем Тупичкин. 30 октября депутаты Государственной Думы во главе с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаммедшиным посетили университетскую клинику «Казань». В сопровождении ректора Казанского федерального университета они совершили обход клиники. Обсуждалось финансирование КФУ в области медицинского направления. Далее представители власти направились в симуляционный центр, где им было рассказано об инновациях в области медицинского образования. Депутатам были показаны симуляционные центры, воспроизводящие реальные врачебные ситуации. Гости убедились, что обучение в университете ведется на высшем уровне. Вот же отработка на область. ДТП, а скорая помощь – это тоже симуляторы. Мы можем задать, например, сейчас до Альвийской доехать, и, сказать, со всеми поворотами, стрессами, со всем, пускать, она будет ехать. После обхода было запланировано совещание по обсуждению вопроса привлечения федеральных средств в экономику Республики Татарстан. В самом начале перед совещанием выступил Ильшат Гафуров. Сегодня достаточно много вкладывается в модернизацию системы здравоохранения нашей республики, но совершенно очевидно, что ни кампусы, ни оборудование не будет отрабатывать без людей. А вот этих людей, новых, как бы, контингент будущих врачей, как раз готовится в стенах и нашего Казанского федерального университета, и в стенах медицинского университета. Во время своего выступления ректор КФУ рассказал о программе развития медицинского образования в университете. Также он затронул тему мировых европейских рейтингов университетов, отметив, что КФУ занимает в них лидирующие места среди российских представителей. Помимо этого, Ильшат Гафуров поведал депутатам Государственной Думы о том, как университет развивает свой медицинский кластер и привлекает молодых ученых. Как мы развиваем нашу науку? Мы тоже придумали свою модель, поскольку самое главное – это ответить на вопрос, где же найти людей, молодых исследователей. И мы создали лаборатории, назвали их открытыми, либо по-английски «open lab»ами, и крикнули, крич, сказали, кто хочет работать в университете, вот на этом оборудовании, по тем приоритетным направлениям, которые ученый совет университета сформатировал. Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин поблагодарил ректора Казанского федерального университета за проделанную работу. Также он затронул тему медицины в Татарстане. Крайне важно и депутатам, и всем нам еще раз для себя уяснить, что модернизацию системы здравоохранения, которую Российская Федерация проводила последние годы, Татарстан в числе лучших провел эту модернизацию. Это только мы одну часть, университетскую, клиническую часть посмотрели. На совещании депутаты выступали с докладами о проделанной работе в направлениях спорта, транспорта, машиностроения и других. Состоялось обсуждение главных вопросов на повестке дня по ведущим направлениям. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Владислав Михневский, Универньюз. Стали известны результаты защиты стратегии развития университетов в рамках проекта «Пять 100 подробностей». Далее. 27 и 28 октября в Екатеринбурге прошло 10 заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. На заседание было решено разделить вузы, участвующие в проекте «Пять 100» на три группы по объемам финансирования. Что касается разделения, в первую группу попали следующие вузы. Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский, Московский физико-технический, Ядерный, Новосибирский, Московский национальный исследовательский, а также Томские университеты. Во вторую группу включены Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, а также Сеченовский, Санкт-Петербургский государственный, Томские политехнические, Тюменские, Уральские университеты. В третьей группе оказались Балтийские, Дальневосточные, Санкт-Петербургские, Сибирские университеты, а также университет имени Лобачевского. Ольга Голодец подчеркнула, что в год на реализацию программы «Пять 100» расходуется порядка 10 миллиардов рублей. Она уточнила, что вузы первой группы получают порядка 780 миллионов рублей в год, второй около 480 миллионов рублей, а в третьей чуть больше 100 миллионов рублей в год. Точная группа финансирования по устоявшимся в проекте правилам станет известна в течение двух недель. Аделя Шамилова, Универньюз. Свои двери для школьников и их родителей открыл Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. В день открытых дверей все пришедшие получили ответы на самые волнующие вопросы. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. 29 октября в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета прошел день открытых дверей. Это первое мероприятие в рамках приемной кампании 2018 года. Всем пришедшим рассказали о правилах поступления в институт, о направлениях подготовки, а также о том, как проходит учебный процесс. Школьники и их родители также узнали о том, что студенческая жизнь может и должна быть интересной. Чтобы и родители, и потенциальные наши студенты поняли, что институт вычислительной математики и информационных технологий – это большая, дружная семья. В минувшие выходные в Казани состоялся февротический форум «ЮЛИТ-2017». Посетив его, наша съемочная группа выяснила, насколько активна молодежь города готова сражаться за свои идеи. 28 октября на площадке Германо-Российского института новых технологий состоялось одно из крупнейших студенческих событий. Форум «ЮЛИТ-2017» успешно объединил школьников, студентов и социальных предпринимателей для обмена опытом. Организатором является международная молодежная организация «Айсек», которая присутствует в 120 странах мира. Теперь мы организуем уже наш третий ежегодный форум «ЮЛИТ». Сюда приехал для того, чтобы рассказать о своем опыте, с какими сложностями мне пришлось столкнуться как молодому специалисту в образовательной среде. Форум работал два дня, в течение которых опытные эксперты и спикеры помогли молодым людям осознать, что каждый человек обладает безграничным потенциалом. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанской ратуши состоялся бал лицея имени Лобачевского. В этом году он проходил в новом формате. В нем принимали участие учащиеся всех классов. Чем запомнился прошедший бал в этом году, расскажет Диана Шилова. 27 октября в Казанской ратуши в новом формате прошел лицейский бал, посвященный 225-летию Николая Ивановича Лобачевского. В этом году наш бал посвящен 225-й годовщине Николая Ивановича Лобачевского, имя которого носит наш лицей. Любопытно, что более из 500 лицеистов большинство учащихся молодые люди. И если обычно для формирования пар на танцы не хватает мальчиков, то в этом случае все получилось наоборот. В итоге некоторые молодые люди участвуют в танцах сразу с несколькими партнершами. Лицей каждый год готовится к этому мероприятию. Это очень значимое мероприятие для нашего лицея, поэтому каждый год каждый парень, каждая девушка выбирает себе костюм, и из года в год они не повторяются. Хоть и на дворе 21-й век, лицеисты по-прежнему любят и следуют традициям, которые так долго чтят лицеи имени Лобачевского Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Пехневский, Невер Ньюс. Веселым галоконцертом завершился фестиваль «День первокурсника Казанского университета». Творческие коллективы институтов узнали. Какое место им просудило жюри, узнай ты. Вечером 27 октября в концертном зале «Уникса» состоялось завершение фестиваля «День первокурсника». Все первокурсники Казанского федерального университета ждали этого дня почти два месяца, ведь именно на галоконцерте объявят, кто победил. Два месяца первокурсники репетировали, работали над сценариями, проводили кастинги, и все это лишь для одного – доказать, что их институт лучший. Первокурсники, собственно, как и всегда, из года в год, они у нас самые талантливые, как минимум они точно самые заряженные, эмоционально готовые, у них горят глаза, поэтому они готовы работать, и они будут сегодня работать на 100%. Галоконцерт сильно отличается от обычного дня фестиваля. В этот день все концертные программы доведены до совершенства, все максимально проработано. Первокурсники уже не волнуются, для них сейчас главное – это услышать, что именно их институт одержал победу. Фестиваль День первокурсника – это уникальная возможность постоять на большой сцене и выступить перед большой аудиторией. Такую возможность дают далеко не всем, ее получают только лучшие из лучших первокурсников. Многие выступающие отметили, что им было не так важно выступить хорошо, главное для них – это получить новый опыт. Первые места в своих группах заняли Инженерный институт, Институт вычислительной математики, информационных технологий и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Олег Ашина, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. И оставайся с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин